Диана, Доминика, Кирилл. Вот имена детей, которые погибли в ДТП на дорогах области. Кто-то из них только начал ходить в школу, другие же готовились к выпускному. Жизнь их трагически оборвалась в одной из аварий. Теперь они в сухой статистике сводки дорожно-транспортных происшествий. День памяти жертв ДТП – своеобразный знак беды, напоминающий обществу об огромной проблеме дорожно-транспортного травматизма и смертности на дорогах. В День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий сотрудники госавтоинспекции показали автомобиль, который побывал в одной из таких серьезных аварий. Стекла выбиты, крыша смята. Самыми частыми нарушениями являются выезд на полосу встречного движения, управление транспортными средствами, состояние опьянения, нарушение сигналов, светофоров. И к результатам всего этого являются трагедии и загубленные человеческие жизни. Эта женщина – мама одного из погибших мальчиков. Говорит, сын часто разъезжал по городу на велосипеде. Оттого знал все правила дорожного движения. В тот день он торопился в школу музыкальную и сел на велосипед. Бабушка сказала, будь аккуратнее, на дороге много дураков. На что он сказал, это их проблемы. Я соблюдаю правила. Вот так бывает. За одну секунду спецмашина, скорая помощь сбила Макса, когда он пересекал на велосипеде дорогу. Я вас просто призываю, что на самом деле, как сказала бабушка, дураков полно. И вы знаете, на дороге, к большому сожалению, нельзя оценить степень ума ни одного, ни другого. По статистике, с начала года в Рязанской области в результате ДТП погибло 5 детей. Около 300 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести в дорожных авариях. День памяти жертв ДТП был задуман как мероприятие, дающее возможность почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и призван напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения. Продолжение следует...